Привет, дамы и господа, на связи Руслан Захаркин и вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта. В этом видео мы рассмотрим с вами то, что происходит на криптомаркете. Но перед этим большая просьба поставить лайк, сделать репост, подписаться на мой YouTube-канал Захаркин Крипта, подписаться на все мои социальные сети и ресурсы, ну и, конечно же, читать мою новую книгу на сайте Литрес «Деньги из воздуха. Как заработать на мечту». 13 способов заработка, как с вложениями, так и без, плюс 14 способ заработка. Можно продвигать книгу и зарабатывать по 10% с каждой продажи. Ну что же, как говорится, погнали. И еще маленькая рекламная интеграция, спонсор сегодняшнего выпуска. Конечно же, наша любимая криптовалютная биржа BinkX. Теперь давайте смотреть. В первую очередь, отвечу, что такое индекс страха и жадности. Значит, это индикатор настроений, показывающий, какая из этих эмоций преобладает. Если у нас преобладает страх, то тогда люди, в основном, конечно же, продают криптоактивы, в том числе и биткоин. Если же жадность с английского слова «grade», то тогда у нас, наоборот, процесс накопления, и люди охотнее приобретают криптовалюту, нежели чем ее продают. Заходим с вами на CoinMarketCap. Видим индекс страха и жадности 79% «grade». Поэтому все все и покупают. Значит, рассмотрим рыночную капитализацию сразу. Это пипец, как важно. Значит, рыночная капитализация сегодня, на момент записи этого видео, на момент прямого эфира, на момент 11 ноября 2024 года, когда я все это снимаю, 2.76 триллиона. Буквально несколько дней назад это было 2.2-2.3 триллиона. То есть 300-400 миллиардов ликвидности зашло как раз на крипто-маркет. Я, конечно же, в шоке. Вижу, что происходит в пространстве и во времени. И понимаю, прям большая закачка идет. Огромная закачка. Мы сейчас все рассмотрим. Рассмотрим два базовых сценария, по которому может пойти рынок крипты. Но в первую очередь, конечно же, всегда отслеживайте рыночную капитализацию. Это раз. И второе. Отслеживайте доминацию биткоина. Тут она на днях вообще была 60%. Сейчас на момент прямого эфира 58,3. Эфириума 13,8. И на все остальные монеты, вот сколько там осталось, да? Но это просто смешно. Это реально смешно. Там менее 30%. Доминация, конечно, бешеная. И запомните, как это все происходит. Когда доминация биткоина значительно больше, чем эфира и всех остальных, наоборот. Альты будут стоять на месте. Знаете, раньше была шутка биткоин и за стейбл коин. То есть биткоин, как стейбл коин, туда-сюда, да, в боковике идет и никуда не растет. Сейчас, конечно же, все наоборот. Это альты у нас особо-то никуда не стреляют. Ну, максимум выборочно куда-то стреляет. Но не более того. Там эфир чуть-чуть еще оживился. Бинб, слава богу, там доги коин дал, там, сколько, сейчас вам скажу, кстати, сколько он дал. Доги коин на 23% за сутки, как раз в ночь на 11 ноября 2024 года дал. Вроде бы неплохо. А остальные, как альты, просто стоят. Потому что, когда доминация биткоина, она именно огромная, то тогда альты в основном стоят. Максимум выборочно что-то стреляет. А биток, наоборот, растет. Но как только падает доминация биткоины, это хороший сигнал, хороший индикатор, что все-таки альткоины у нас немножечко будут жить, расти и так далее, и так далее. Ну что же, давайте с вами отдадим честь, отдадим приятность как раз в криптовалюте биткоин. Вот, обратите внимание, значит, за час 0,49% дал, за сутки 2,54%, точнее 2,57%. За 7 дней 18,95% это жесть. Конечно же, рыночная капитализация биткоина 1,61 триллиона баксов. Это, ну, больше половины, скажем так. Это жестоко. Итак, смотрим, сколько сейчас он стоит на момент прямого эфира. 81 541 доллар 39 центов. Мы смотрим с вами пик. Так, пик у нас был, опачки, 11 ноября 2024 года. Вот здесь я это все смотрю. 81 858 долларов 29 центов. Жесть, просто жесть. С минимальной цены и с максимальной это миллионы, просто миллионы процентов. Ну ладно, не будем ловить эффект Фома, синдром упущенной выгоды. Следующий у нас халвин криптовалюты биткоин. Все равно будет только в 2028 году. Так что на наш век хватит. Сейчас майнеры зарабатывают 3.125 биткоина за как раз созданный блок. За то, что они выигрывают в этой гонке. Ну, собственно говоря, какие здесь прогнозы? Да, я вижу, что, конечно же, рост колоссальный. Если мы посмотрим месячный таймфрейм, то это просто какая-то пропасть. Есть два сценария. Первый сценарий, вот смотрите, короче говоря, надо нам зайти тогда вот сюда. И я поставлю, знаете какой, 4-х часовой таймфрейм. Давайте мы посмотрим 4 часа. У нас есть довольно-таки интересная зона сопротивления. Вот здесь, да, на 82 тысячах. 81-82 тысячи. И у нас есть зона поддержки 69-73 тысячи долларов. Я думаю, что при оптимистичном сценарии, все-таки мы можем дойти сейчас до 85-86 тысяч долларов. Если эйфория и жадность, грид, она будет выше 80%, тогда это очень даже неплохо. Но потом все равно будет небольшая коррекция. Либо второй сценарий, ну не то чтобы пессимистичный, более реальный. Что у нас может произойти? Сейчас вот эйфория от Трампа, от победы, от того, что сейчас вот прям бабки большие, вот 300-400 миллиардов ликвидность зашли. Все-таки будут постепенные фиксации. И мы можем упасть до 75-74-71 тысячи долларов, как раз до зоны поддержки. И люди в основном потом уже будут чуть-чуть и деньги свои перетекать, непосредственно перемещать именно в альткоины. Почему? Потому что всегда так, сначала накачивается биток, потом битки фиксируются, ну и конечно же дальше уже идет альткоин. Но прям вот днища какого-то я сейчас не чувствую. То есть на момент ноября-декабря 2024-го маленький мой прогноз, либо мы все-таки пробьем 85 и дальше будет дорога открыта на 100 тысяч долларов. Хотя я думал, что 85 тысяч долларов, да даже 82-83, это не ранее как бы января 2025 года. Но видите, рынок немножко по-другому думает. Понятное дело, что не надо никому доверять на 100%. Нужно анализировать рынок и нужно всегда все смотреть. Ончейн метрики, графики. Ну и конечно же вот эту вот графу, смотрите. Эта графа у нас называется объемы. Видите, зеленый это когда у нас большой приток и идет все наверх. А красный это когда уже у нас непосредственно все спускается вниз, да, когда идет небольшая фиксация. И опять-таки у нас конечно хорошие сейчас объемы, есть потенциал пойти на 85, но не будем забывать, как только сейчас может выйти какой-то фат. Например, вот биржа FTX хочет подать в суд на биржу Binance и непосредственно на CZ Chapman Java на 1,8 миллиарда долларов. Это тоже может сыграть злую шутку. Ну например, FTT, да, вот этот вот актив, он вырос примерно там на 20% за сутки, да, и когда вышла новость. Но понятное дело, что это кратковременная какая-то вспышка, но она может повлиять в том числе и на биткоин. Хотя график очень хороший, нет никаких предпосылок для пипец какого падения, но падение оно тоже возможно. Возможно даже не падение, а знаете, я выражусь так, коррекция. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и лонгуйте и шартуйте, да, но только тогда, когда вы четко уверены и всегда у вас должна быть изолирована, конечно же, маржа. Когда вы на фьючерсах, на деривативах торгуете, всегда смотрите, ставьте стоп-лосс, тейк-профит и торгуйте на бирже BingX. Поэтому два сценария. Поход на 85, дальше небольшая коррекция и поход на соточку. Или все-таки откат до 74-71 тысячи долларов, потому что сейчас я вижу здесь очень интересные как бы зоны поддержки. Все возможно, абсолютно все возможно. Прям вот очень красиво. Очень все красиво, все, что здесь сейчас происходит. Каждый день мы засыпаем, просыпаемся, видим, ну просто замечательную топовую историю, ввиду того, что каждый день у нас какой-то АТХ. Каждый божий день. Но это прям вообще топ. Круче, чем фотошоп, да. И я думаю, что зона поддержки тоже будет расти. Понятное дело, что вот там 69 тысяч, это уже неинтересно. А вот 70-72 тысячи долларов, где зона поддержки. Ну прям очень красиво все это смотрится. Посмотрим, как это пойдет дальше. Ну, собственно, вот такой вот анализ по биткоину. Давайте посмотрим вообще в целом про рынок стейблкоинов. Здесь тоже все стабильно. Я смотрю, что у нас в целом, в целом, USDT, да. Неплохо тоже растет. Конечно, обидно, что рубль падает, да. Потому что рубль, ну чем выше доллар, тем слабее рубль. То есть такая вот какая-то девальвация ее моя, да, динаминация. Короче, плохо дело. Вот реально плохо дело. Но кто получает в долларах, тот, конечно, он выиграет. Потому что действительно максимально топовая история. И нам выгоднее менять. Но покупательная способность рубля, она, конечно, она очень серьезно падает. Поэтому следите каждый день, да. Используйте обменник Cain Exchange. Это, кстати, максимально топовый обменник с максимально выгодными курсами. Но мне, как россиянину, конечно, немножко обидно, что рубль что-то сейчас, ну скажем так, теряет свои позиции. Дальше идем. Конечно же, немножко про эфир. Это вторая по катализации криптовалюта в мире с доминацией 13,8%. Эфириум у нас наконец-то начал расти. Я один из крупных холдеров эфириума. И все-таки мне хотелось бы минимум 4 тысячи увидеть, для того, чтобы я фиксировался лесенкой. Потому что если за сутки мы видим, да, бывают проливы, бывает какой-то рост. Месячный таймфрейм, в принципе, он хороший. Да, мы из жопы вышли 2,4 тысячи, да, за эфириум. До 3,3200 было, да, почти 3,3100. Сейчас 396, 169, да, 369. Значит, напомню вам, что пик был в ноябре 2021 года. К большому сожалению, биткоин еще обновил all-time high до холдинга 20 еще марта 2024 года. А 20 апреля 2024 года был холдинг. А сейчас вот мы видим 4891 доллар 70 центов. Это был хай по эфиру. Но вот сейчас что-то пока он не растет, вот прям так, как хотелось бы. Поэтому я эфир ни в коем случае не продаю. Вижу здесь поход на 4000. Я не думаю, что он снова будет опускаться до 2500 долларов. Но зона поддержки, конечно, она хорошая на этой отметке. А сопротивление это как раз 300. И поэтому мы вот болтаемся туда-сюда. 3000 до 3250. Но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Сценарий у меня все-таки 3500, 3800, 4000. И на 4000 я буду фиксироваться. В 2025 году эфир в потенциале может сделать 5000 долларов. Многие аналитики ждут вообще 10 тысяч долларов. Но то, что от 5 до 10 тысяч долларов он может, конечно, стрельнуть, это безусловно. Но единственное, что здесь, видите, какая история. В битке, если у нас эмиссия ограничена, 21 миллион биткоинов и напечатать больше нельзя, то в эфириуме все-таки Виталик Бутерин предусмотрел, что эмиссия эфириума, она, скажем так, не ограничена. И третья монета, о которой я хотел бы сказать, ну это, конечно же, BNB. Я хорошо помню 5 июня 2023 года, когда делал подробный ролик и сказал, что сделай 2X BNB в течение года, да, полутора лет. И в итоге я не прогадал. 5 июня 2024 года я фиксировался на отметках 660, 690 и даже за 701 USDT я продал. При максимальной отметке в BNB, знаете, какая у нас была? Она у нас была 720 долларов. Как раз 6 июня, когда я ехал на Криптоюг уже в поезде, поэтому не фиксировался. Ну, у нас хороший потенциал есть. У меня был соблазн чуть-чуть зафиксировать буквально на днях за 632, за 635 где-то вот так вот USDT. Но я решил этого не делать. Месячный таймфрейм тоже, в принципе, выглядит неплохо. Поддержка на уровне 580-590 долларов. Но сопротивление очень серьезное. Точнее 615-620 долларов. 640 вот уже было баксов, но что-то я не стал фиксироваться. Все-таки хочу не ниже 680 долларов делать определенную фиксацию, так как тоже являюсь крупным холдером монеты BNB. Но вот когда люди думали, что CZ ушел, там сел, Binance ушел из России, типа надо продавать BNB, я наоборот скупал. И за год я сделал даже не 2x, потому что 2x с 280, это немножко другая сумма. Я сделал значительно больше. Ну вот, я сделал там практически 2,5x, а пусть это, ну, не 3x, но более 2x я сделал за холд. Ни один банк бы такое не дал. И с недавнего времени я что-то начал, знаете, в какую монету заходить. Она 30 какое-то место занимает. А, полигон, вот этот пол, да, Exmatic. Понятное дело, что да, там, ну, скажем так, ценник был значительно выше и все прочее. Но когда ты приобретаешь определенные активы, сейчас вам скажу, за сколько я приобретал, за 31 цент. Вот где-то вот здесь вот это было, да, 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 вот 6-го числа, 5-го, 6-го. И сейчас уже 41, ну, да, неплохо, это 25% к стоимости, даже побольше. Но я пока подержу, потому что сейчас один проект связан как раз с полигоном, Exmatic. И я накапливаю этот актив, зарабатываю как по пассиву, так и по активу. Это еще история вне трейдинга, да, потому что я там, где деньги, собственно говоря. Вот такие вот у нас аналитические данные. Так что мой прогноз в целом больше оптимистичный, да, на 2024 год. Мы еще можем увидеть в биткоине новый АТХ, потому что, подчеркиваю, смотрите, индекс страха и жадности. Грид сейчас он значительно выше. И это тоже имеет значение, потому что трейдинг это в том числе еще и психология. И когда я вижу 79%, охренеть. Но когда я увижу 85%, я пойму, что мы в состоянии и на 90 тысяч долларов пойти. Так что спасибо большое, что посмотрели данный прямой эфир. Если вам понравилось это видео, большая просьба поставить лайк, сделать репост, подписаться на мой YouTube канал Захаркин Крипта. Подписаться на все мои социальные сети и ресурсы. Давайте с вами вместе торговать на бирже BinkX. У нас максимально топовая команда, команда Криптоапостолы. Я вообще планирую здесь стать номером один, да, и наша команда, чтобы мы хорошо здесь зарабатывали. Как за счет личных торгов, так и по маркетинговой программе. Потому что партнерская программа биржи BinkX здесь одна из самых топовых. Вот такая вот аналитика. Торгуйте с умом, не забывайте ставить стоп-лосс, тейк-профит. Потому что самое главное сохранить, а потом уже приумножить свой капитал. Увидимся, дорогие друзья. И делайте репосты. Продолжение следует...